МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 80 человек приняли участие в фестивале детских школ искусств юные исполнители родному краю. Воспитанники по классу фортепиано, струнные, смычковые, духовые и ударные, а также народные инструменты продемонстрировали мастерство и умение во всех музыкальных жанрах. Аккордеон, я думала раньше, что это какая-то не очень прикольный инструмент, а сейчас мне нравится с ним играть. Своё особое видение окружающего мира показали и юные художники. На выставке «Арт-волна» представлено порядка 60 работ, как профессионалов, так и начинающих живописцев. Нас поразили наши коллеги, которые работают с детьми акрилом, например, это сложно. Работы в технике графики, такие достаточно совершенные, даже в некоторых случаях не по возрасту. То есть дети развиваются, дети на самом деле талантливые. В рамках фестиваля для участников творческого этапа прошёл мастер-класс Оксаны Асеевой. Ребята рисовали цветы гортензии. Особенностью написания является использование одного из основных принципов изображения шара. В гортензии там очень много мелких цветочков, но надо всё время держать в голове большую форму шара. И идти от неё, и тогда получится. А если мы собьёмся на всякие мелочи, то рисунок не получится. Михаил Лысенко занимается рисованием уже пять лет. Сейчас у 13-летнего подростка более ста работ в различных техниках и жанрах. Молодой человек мечтает стать дизайнером интерьеров. На фестиваль представил свою глубокомысленную картину. Я изобразил самолёты, летающие над полями. Их пускают разные дети. И эти самолёты летят в разные части света. После завершения конкурсных выступлений всем участникам вручили памятные дипломы. А впереди ещё несколько этапов фестиваля «Лави волну», которое продлится до 30 ноября и завершится грандиозным галоконцертом. Галина Житкова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.